всем привет друзья вы на канале у светланы на кухне и будем мы сегодня готовить очень необычную вкусную закуску это рафаэлла беру сыр фета 150 грамм и в блендере хочу ее пробить до однородной массы чтобы было как кажется и поэтому я добавляю столовую ложку или чуть больше и хорошенечко и вот так вот пробью чуть-чуть перемешаю еще раз включу чтобы она измельчила мне тесто фило я запекла в духовке в это хорошо поджарились они и я сейчас его хорошенечко измельчу до крошки но я сильно не измельчаю что вообще крошка была а так чтобы она чуть-чуть было вот такой вот кусочками добавляю эту а также я готова вот купила крем-чиз это сливочный сыр она идет вместе с рыбой лосося если у вас нет такого то можно по отдельности сыр и рыбку измельчить а можно вообще не добавлять рыбы кто как любит я решила сделать так потом добавляю два зубчика чеснока измельченного и зеленый лук можно укропчик добавить и один мелко порезанный красный перец это болгарский перец называется также сухую петрушку одну столовую ложку можно больше по желанию и орехов как же арафаэлла без орехов 4-5 столовых ложек соль и перчик по вкусу и теперь мы все очень тщательно до однородной массы перемешаем ложка у меня не получилось и поэтому я все рукой перемешала забыла я посыпать еще одну специю это там идет паприка и чуть-чуть горький перец там такие специи специально и лимонный сок несколько капель и теперь по консистенции мы будем смотреть добавить нам майонез или нет я все хорошо хорошо очень перемешиваю чтобы у нас масса была такая чтоб можно было лепить я еще майонез добавила и так видите если масса собирается уже шарик значит майонеза не добавляйте и делайте лепешку такую и уже я кладу туда помидорку у меня начинкой помидор и огурец вы можете любое делаем хорошо вот так вот форму шарика и уже кладем на тарелку также теперь и огурчики положу ну можно конечно и кусочками просто порезать но я решила таким образом не очень мелко и не очень крупно шарики я сделала и оставила крошку немножко чтобы обсыпать у меня будут несколько вариантов значит она немного у меня суховатый этот шарик я теперь чуть-чуть водичкой так вот пальцем пройдусь и буду обсыпать разными приправами это значит у меня петрушка сухая ну следующие специи у меня здесь паприка и куркума это у меня сейчас паприка ну и и и и и и и Некоторые шарики я в крошку так вот обсыпаю его. Ну и так поступаю со сальными и поставлю их в холодильник хотя бы на 2 часа. После этого уже можно к столу, когда уже подавать, можно так подать. Но я решила опять же по-своему сделать, украсить, чтобы было празднично. Из сыра я выдавливаю цветы. Можно, конечно, любые цветы делать, если у вас есть любые какие-нибудь формы. И также вот из болгарского сладкого перца я делаю середину, вот такие круглые точечки получаются. И, конечно, все я закрепляю это майонезом, чтобы оно вот так не развалилось. Сначала можно шарик смазать и потом уже цветок положить. Итак, смотрите, друзья, какие великолепные получились у нас шарики. Можно, конечно, обсыпать их еще и орехами, но это по желанию. И давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось. Оно не сильно твердое, смотрите, все хорошо, мягко разламывается. Очень-очень вкусно. Друзья, готовьте, готовьте с удовольствием.